Мне для каждого видео нужно какое-то вступительное слово, и обычно мне не о чем рассказать. Вот сегодня второй день в Нижнем Новгороде, особых планов нету примерно так же, как и вчера. Есть план пройтись по улице Рождественской, куда мы сейчас и направляемся. Есть план погулять по Нижней набережной. Вот, кстати, смотрите, какой пролет интересный, расписанный, разрисованный. Ну, это я опять отвлекся, чтобы не писать вступительное слово. Потом еще, может, прокатимся по канатной дороге, которая ведет в город Бор, который уже в Нижнегородской области. План пока что такой. Виталий, который с места событий, получается, уже рассказал про план видео. Мне остается добавить только то, что день в итоге так и прошел. Сейчас немного посмотрим Сергиевскую улицу и домик Бургомистра, который расположился неподалеку. Потом пройдемся через божественно заснеженный парк 800-летия Нижнего Новгорода и отправимся смотреть Рождественскую улицу. По-моему, вторую по туристической известности после Большой Покровской. Там еще раз заглянем в Кремль, мы здесь были вчера вечером. Быстрая прогулка по Верхневолжской набережной, и вот мы уже тестируем междугороднюю канатную дорогу. А затем ставим себе галочку о еще одном посещенном городе, прогулявшись небольшим кругом по Бору. Немного кадров из стремительно темнеющего Нижнего, и видео завершается на той же Рождественской. Такое вот продолжение незатейливого зимнего путешествия. День начинается на Сергиевской улице, где мы вчера и поселились в одноименной гостинице. Первое, что встречаем по пути – церковь Сергия Родонежского, середина 19 века. Во внутренний пойдем, посмотрим обращик русско-византийского стиля снаружи. В этом же стиле построен московский храм Христа Спасителя. Ох уж этот зимний вайп. Это одновременно как картинки из детства, когда снега было как будто больше, и как картинки, которые ожидаешь от России до приезда сюда. Пока что в России сталкиваюсь с таким впервые. Так улица выглядит в целом. Это улица Гоголя. И здесь сама дорога, как и тротуары по сторонам, еще не чищена. Это добавляет своей романтики, с одной стороны. С другой стороны, от этого достаточно быстро устаешь. Потому что ноги в этой каше заплетаться начинают. И что-то интересное по левую руку. Палаты Пушникова. Конец 17-го, начало 18-го века. Это мы сюда хорошо зашли. Случайно натыкаемся на палаты Пушникова. Это начало 18-го века, и по преданию здесь Петр I отмечал свое 50-летие, которое совпало с приездом в Нижний Новгород. Здание выглядит так, как будто перелетело из другой эпохи на машине времени. Но посмотрите на его окружение. Мне очень нравятся вот такие вот сочетания, когда стоит новостройка, когда стоит что-то типа бизнес-центра, когда стоит историческое здание. Рядом с ним девятиэтажка кирпичная. Потом панелька, такая явно советская. Еще одна новостройка там на фоне. И вот архитектурный памятник палаты Пушникова 17-го века. И все это наблюдается из одной точки, в которой я сейчас стою. Палаты – это не одно здание, а два, построенных бок о бок. Отсюда видно край второго. А желтая труба и газовая будка с просьбой не курить добавляют к картине некоторого сюрреализма. Да, здание в очень неплохом состоянии. Явно за ним следят. Правда, сейчас я вижу, что к нему так вплотную подойти нельзя. Ну или сегодня никто не подходил. Прям можно представлять, пофантазировать, каким образом кто принимал решение о сносе старых зданий, которые стояли на этих местах. Очевидно, что рядом с палатами что-то раньше было. Потом у меня будут спрашивать в комментариях, типа, а где люди? А люди наверняка еще спят. Это утро воскресенья. Да и район этот достаточно тихий, как мне показалось. Пожалуй, можно прогуляться в тишине. Идем по Гоголя на юг. Улица Суетинская. На самом деле она, скорее всего, Суетинская. Но Суетинская звучала бы более трендово. Впереди, на фоне и в тумане, видно очертания Александра Невского собора на том берегу Оки. Мы подходим к парку 800-летия Нижнего Новгорода. Он где-то прямо перед нами, судя по карте. Сейчас из-за зимних красок я могу не сразу понять, где начинается парк. Опять же, сейчас смотреть здесь особо нечего. Ничего не видно. А вот на стрелку мы сейчас посмотрим. На здании слева, если я не ошибаюсь, на мурале нарисован горький. А так вокруг тишина, никого нету. Только храм, да, трактор. Там в овраге горка. Достаточно такая продолжительная горка. Я думаю, для местных детей это однозначный плюс. Вот эти самые овраги. Кофейня под названием Горький кофе. Такой вот второй смысл приобретает название. Здесь жилые дома. Даже вот в этой вот пятиэтажке, если ты живешь на четвертом, пятом этаже, у тебя должен открываться вид, который обычно бывает в дорогих домах. Памятник. Не знаю, попробую со спины угадать. Это Горький? Да, это памятник Горькому. Видимо, пора распускаться вниз, чтобы собачку не раздражать. Вчера снег шел все время, пока мы гуляли. Это последствия. Да и сейчас, не видно на видео, но продолжала заметать. Шел такой, чуть ли не ледяной снег. Мы сейчас находимся в парке 800-летия Нижнего Новгорода. Здесь открывается панорама стрелки. Прямо напротив нас, по левую руку, находится Канавинский мост. Потом мы можем узнать храм Александра Невского. И за храмом это стадион, главный стадион Нижнего Новгорода. Вот эта часть города, которую мы сегодня и вчера изучаем, куда мы приехали, это историческая часть города. Несмотря на то, что здесь можно встретить и хрущевки, и какой-то новострой. Все станции метро, весь индустриальный район, весь тот город, как мы привыкли видеть его в постсоветском пространстве, обычно построенный из хрущевок, и иногда из сталинок, он находится как раз по ту сторону Волги. И я не уверен, что мы пойдем смотреть ту часть города. Все-таки мы ее посмотрели вчера, пока ехали на автобусе от аэропорта. И не сказать, что мне очень сильно захотелось продолжить просмотр именно ногами. Тем более с учетом вот этого покрытия, которое сейчас повсеместно. Я имею в виду снег. Но возможно, надо будет поближе подобраться к храму Александра Невского. Я думаю, что на стрелке тоже должно быть что-то интересное. Стрелки обычно в разных городах это знаковые места. В Петербурге, например, Стрелка Васильевского острова, она сама во себе достопримечательность. Сейчас же мы продолжим прогулку туда, на нижнюю набережную Волги, и прогуляемся по улице Рождественской. Погода сегодня, наверное, все-таки получше, чем вчера, потому что нет снега, и ветер гораздо слабее. То есть в лицо не фигачит. Но с другой стороны идет некое подобие дождя, который где-то замерз, и в тебя прилетает уже в виде льда. Если посмотреть на мою куртку, то она сейчас просто покрыта льдом, как будто бы, я не знаю, меня облили водой и выгнали на мороз. Но в целом более-менее комфортно гулять. Температура может быть минус 2, не ниже. С сугробами, со снегом, окружением, опять же, это дает атмосферу. Было бы классно, конечно, гулять при плюс 25 градусов. Ну, имеется в виду, что в зиму было 25 градусов. Но такого нам пока, слава богу, не обещают. Небольшая панорама того, что мы сейчас будем смотреть изнутри. Такой район, опять же, исторический. Здесь перед нами вижу крыши, закрытые снегом. Там дальше, но не сказать, что сильно приглядно это все устроено. Какие-то дома в лучшем состоянии, какие-то в худшем. В целом, все выглядит как будто по закоулкам Санкт-Петербурга. Вот так же на крышу залезть, где-нибудь в Санкт-Петербурге, и смотреть, как выглядят те части домов, которые скрыты от главных улиц. Примерно так же все и будет. Это Рождественская церковь, и находится она уже на Рождественской улице. Начало 18 века. Когда гуглил информацию о здании, вычитал интересный момент. В начале нулевых церковь пережила евроремонт. В интернете можно найти фотографии до ремонта, кому интересно. Еще несколько ракурсов и пойдем на Рождественскую. И, наконец, мы на улице Рождественской. В туристических планах Рождественская должна стоять сразу после пешеходной Большой Покровской. Как раз эти две улицы мы за два дня посетили по нескольку раз. Конкретно эта улица, помимо красивой исторической архитектуры, содержит на себе огромное количество ресторанов и баров. Немного прогулялись в сторону Канавинского моста. В эту сторону Рождественская заканчивается быстро. Параллельно проходит Нижневолжская набережная, но, пожалуй, и обратно пойдем по Рождественской. Кто-то себе изобрел мусоропровод с третьего этажа прямо в урну. Немного планов улицы без комментариев. По-моему, именно про Рождественскую говорят, что эта улица напоминает Петербург, а так как мы из Петербурга, то надо было сюда зайти, чтобы попробовать себя почувствовать как дома. Ну и вкупе с этой же погодой я действительно себя чувствую как будто в Петербурге. Есть в таких картинках какая-то эстетика. Здание перед нами это очевидный речной вокзал. Написано Волжское пароходство. Тут тоже стоит елочка и памятник. Скорее всего, каким-нибудь борцам за революцию или что-то типа того. Еще, что по городу много заметил, это, как ни странно, логотипов Сбербанка. То есть этих вот рекламных новогодние украшения как будто бы здесь на одну пятую прослансированы Сбером. Нужно каким-то образом дойти до канатной дороги и все-таки скататься в бор. Такой общий обзор Рождественской улицы. Продолжение темы, которую я поднял в одном из своих прошлых видео, что каждый город старается назвать себя столицей чего-либо. Нижний Новгород извернулся и назвал себя столицей заката. Я не только здесь это читал, я еще в видосах на ютубе слышал подобное обозначение. Этот район не такой большой. В ту сторону считайте, что вот после этих домов уже вам видно лестницу. С той стороны находится Канавинский мост и вон там вот нижняя набережная, куда мы в конечном итоге не пошли, потому что Волгу сейчас так и так не видно. Она либо подо льдом, либо за туманом. Какой шикарный дом напротив. Еще один обзор, еще одна панорама Рождественской улицы. Кремль, опять же, выглядит очень эффектно, потому что он стоит сверху на возвышенности и его стены из-за этого кажутся еще выше, чем они здесь на самом деле. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому Благодарная Россия. Здесь Рождественская заканчивается, переходя в Кожевиную. Ну и мы скоро с нее свернем. Есть предложение свернуть с Рождественской в сторону Кремля и прогуляться по нему дневному. Вчера вечером мы туда заходили и его, в принципе, посмотрели более-менее полностью, но так как мы рядом и не уверены, что мы здесь еще окажемся. Смотрите, Кремлевская башня похожа на лицо огромного антропоморфного существа. Рождественская это улица, которая способна вызвать эффект ВАУ. Но если вы приедете сюда из Петербурга, эффект окажется чуть слабее, чем если вы не из Петербурга. Вижу открытый вход. На меня смотрит видеокамера. Я смотрю на нее. Искра безумия. Так, мы на территории Кремля. гуляли мы вчера сверху. Я даже узнаю дуло вон того танка, который тоже смотрит на нас. Сейчас надо подняться наверх. Там сверху будет поинтереснее. Это Ивановский съезд. Небольшое физическое упражнение со сменой высоты. Слева церковь Симеона Столбника. Два года назад восстановленная на месте исторической церкви. Это уже знакомая нам колокольня, звон который мы слушали вчера полвечера. На территории Кремля тоже убирают снег. Никакого праздника. Колокольня проснулась. Надо посмотреть сколько сейчас времени для отметки. Сейчас 12.08. Чувствуете, как колокольный звон меняет атмосферу? На этот раз прогуляемся влево. На отдельных зданиях я снова особо останавливаться не буду. Смотрим общую картинку места. Прямо перед нами Нижегородский государственный художественный музей, бывший дом Нижегородского военного губернатора, построен в первой половине 19 века. Нижегородский Кремль, повторюсь, одно из основных общественных пространств Нижнего Новгорода. Но есть некоторые напряжения от того, что хожу с камеры по административному месту. Тем не менее, за камеру тут никто ничего не высказал. Еще одна небольшая обзорная панорама, и мы отправляемся на выход. Да, вот такой вот я фиговый обзорщик. Площадь Минина и Пожарского. Вчера вечером смотрелась помпезня со всем своим освещением. Глянь предыдущее видео на канале. Это очень аккуратные и красивые места. Точно стоило зайти сюда и днем. Улица называется Верхневолжской набережной. На ней нереальное количество интересных эстетически приятных зданий, как будто еще одна из частей городского фасада. Сейчас мы дойдем до смотровой площадки, которая перед нами посмотрим на Волгу сверху, а потом я, пожалуй, включу таймлапс и ближайшие минут 20 будем смотреть эту улицу, а это верхняя набережная. Будем ее смотреть в ускоренном темпе. Так, вот эта смотровая, там Волга, ничего нового отсюда не видно, воды не видно вообще, она подо льдом, поэтому можем включать таймлапс и смотреть верхнюю набережную. К этому моменту я уже прилично замерз, да и больше хотелось посмотреть улицу самому, нежели придумывать как комментировать увиденное, поэтому зрителю осталась только ускоренная перемотка. степень степень тщательно степень то есть прикиньте по ту сторону волги от нижнего новгорода находится соседний город бор в нижегородской области и самым быстрым путем чтобы добраться из нижнего туда является вот этот самый фуникулер протяженностью три с половиной километра это можно считать достопримечательностью вряд ли сейчас будет оттуда что-то видно красиво реку сами видите что все там в тумане идет снег но мне кажется все таки можно прокатиться во-первых посмотреть соседний город во вторых отметиться на этой достопримечательности это самая длинная канатная дорога как минимум среди тех которые я встречал своей жизни видим колесо обозрения значит пора сворачивать на тропу к канатке колесо обозрения в нижнем тоже достопримечательность думаю летом с него должен открываться хороший обзор на волгу и соседний город бор куда мы сейчас поедем сами еще хороший обзор наверняка открывается из окон этих многоэтажек тоже такие тусовочные кабинки тоже наверно прикольное место чтобы летом сидеть скорее всего парами абсолютно пустое колесо обозрения и панорама на волгу еще одна которая наверняка выглядит симпатично опять же летом доверимся указателю на указателе написано канатная дорога и пойдем вдоль забора перед нами за забором нижегородская соборная мечеть построенная незадолго до революции в 1915 году канатная дорога ведет в город бор я уже говорил это самая длинная канатка в россии 3661 метр и этого уже достаточно чтобы я пошел ее смотреть туристический смысл на этом впрочем и заканчивается как минимум сейчас когда волгу все равно не видно это скорее транспорт как фуникулер во владивостоке стоимость проезда соответственно составляет демократические 100 рублей за поездку садимся в кабинку и в сопровождении как мне показалось таких же туристов отправляемся в небольшое путешествие ехать около 15 минут снизу но вот такое особо многого не увидим буквально 40 оттенков серого короче мы приехали в город бор есть карта схема я не думаю что мы сейчас куда-то далеко пойдем по нему нужно найти где центральная площадь сходить туда может быть посмотреть на местную елку и двинуть обратно на выходе с канатной дороги нас встречает вот такое вот приветствие городской округ город бор обожаю на самом деле вот такие вот сайт поездки когда едешь в один город рядом оказывается другой типа как энгельс рядом с саратовым или как бор рядом с нижним очень медленно и аккуратно идем куда-то где у нас нет никакого плана и маршрута примерно сразу же бросаем затею и отправляемся в кафе чашка выгодно расположенная здесь же отогревшись снова выходим на открытый воздух прям холодно даже разговаривать тяжело но завтра будет минус 13 так что можно сказать пока что мы в тепличных условиях все-таки придется подойти к этому зданию ну и посмотреть на ленина поближе интересно что наверху там где была символика советская это голубя видно герб с фср она все как будто бы затерта то есть сам само здание явно после ремонта советская символика но как будто забыли про нее во время ремонта если верить карте то мы сейчас выходим на площадь победа это центральная площадь города бор здесь естественно но соответственно название символика и памятники связаны с победой великой отечественной войне там чуть поодаль видно вечный огонь причем так интересно размещен рядом со стеллой и на возвышении то есть не на уровне земли ну прям приподнятый по периметру дома не сказать что на центральной площади здесь какие-то выдающиеся дома вот это вот здание которое мы прошли чуть раньше она пожалуй здесь самое примечательное раз уж через два часа уже будет вечер и будет темно сейчас два часа дня то давайте прогуляемся здесь буквально квадратом по основным улицам этого города город небольшой здесь меньше 70 тысяч человек но на самом деле даже среди таких небольших городов бывает попадаются жемчужины где есть что посмотреть в городе живет около восьмидесяти тысяч человек а город он с 1934 года это улица октябрьская но мы немножко вернемся на профсоюзную вот площади победа и пойдем в сторону улицы крупской наверное на видео сейчас видно последствия мороза для моего лица по моему никогда так долго подряд мы не гуляли под морозом мне сейчас становится сложно разговаривать как только вспомню ощущение которое испытывал в тот день но ради таких впечатлений я в принципе и езжу и вот что творится у меня под ногами дороги вообще гололед но так как это город спутник нижнего новгорода то от него можно было ожидать что он будет не таким большим во первых во вторых он будет менее этажным и более уютным городом все что я могу и хочу сказать про этот город это то что хотел бы чтобы алматы откуда я родом были бы такие же города спутники и также недалеко от самого алматы во первых такие города действительно уютные да наверное я сейчас в центре где-то на окраине все хуже но мне пофиг что вижу о том и пою во вторых да ладно что я буду сюда тащить свои проблемы времени так немного сейчас очень тяжело судить о том насколько город активен сейчас снегопад и людей на улицах немного интересно насколько близость к нижнему новгороду влияет на этот город ездят ли вот эти вот машины работать туда например бор это город спутник нижнего новгорода обычно из городов спутников ездят работать в основной город ну или из основного ездят работать города спутники если там например есть какое-нибудь городообразующее предприятие не сказать что очень удачно выбрали дорогу брак бездет тек она алга там разберемся далее по крупской снова начинается жизнь прямо на доме прямо кирпичами выложили октябрю 50 лет а мы подошли к улице интернациональной и сейчас двинем обратно к улице ленина а вот и что-то интересное кинотеатр октябрь с советской фреской над названием там по-моему даже ленин есть вообще здесь чувствительно много сохранившихся советских названий типа кинотеатр октябрь улица фрунзе улица воровского чуть ранее мы там проходили по крупской опять же сейчас мы находимся на интернациональной и идем в сторону улицы ленина то есть все сплошную как будто бы образовалась или переименовалась советское время до нашего времени сохранилась тоже виде каком было 30-40 лет назад ну а так повторюсь достаточно милый город еще посмотреть бы его летом церковь в честь успения пресвятой богородицы согласитесь белой церкви особенно в окружении снега выглядят просто невероятно пока еще видимо не памятник но и сносить пока не планирует как будто еще одна площадь очень-очень много рекламы вокруг есть burger king и какой-то торговый центр и магазин и еще один магазин и там еще один магазин короче какая-то торговая площадь видимо пересечении с улицы пушкина как будто бы самый центр города хотя бы по уровню шума обычного и визуального еще есть провода я как и прежде большой фанат таких деталей в российских городах ближе к ленина которая здесь односторонняя гораздо тише показывать по ленина нечего плюс-минус стандартный советский спальник сейчас 14 часов 55 минут и вы видите что уже вечереет через час здесь уже будет полностью вечер примерно как санкт-петербурге только что здесь все-таки светлеет на какое-то время в отличие от петербурга на пересечении с профсоюзной замыкаем круг по бору и готовимся ехать обратно в нижней а это память и к ленину с которым вы уже знакомы камера трясется это я почему-то решил отключить внутренний стабилизатор и думая что так будет лучше на этом прекрасном моменте мы пожалуй отправимся на выезд из не менее прекрасного города бор что будет дальше вы уже знаете всего-то половина четвертого дня то что в этих краях темнеет так рано стало для меня новостью от колеса обозрения пошли по улице максима горького из гостиницы вышли всего около пяти часов назад при этом прогулки на сегодня уже подходит концу далее гуляем в ленивом режиме без планов и целей еще ноги застревают в снежной каше ходить было тяжеловато заход сюда чисто для того чтобы нырнуть в какую-нибудь улицу которая не самая фасадная посмотреть как живет город снизу лога интересные дома старые первый дом как будто бы заброшенный второй дом вот этот деревянный как будто бы до сих пор жилой не знаю насколько полностью жилой вот я вижу газовые трубы в одном из окон горит свет двери такие старые деревянные и еще один подобный дом следующий нет не подобный он в куда лучшем состоянии такой небольшой островок то ли частного сектора то ли старинных особняков тут свернем направо на ковалихинскую улицу называется она так потому что здесь когда-то селились кузнецы сейчас здесь советский район с хрущевками или брежневками небольшой диссонанс с районом большой покровской которые находятся относительно недалеко отсюда впрочем возможно дальше интереснее этого я не узнаю потому что в итоге взяли такси и уехали отсюда в гостиницу в следующий раз вышли на улицу спустя 2 часа как раз когда пошли ужинать на вечернюю рождественскую улицу опять без стабилизатора спускаемся по улице под название почтовый съезд весьма интересная атмосфера здесь вот реально прямо как будто ты оказываешься не знаю деревне это конечно не назовешь но и городом вот именно это место этот спуск назвать сложно спиной остается исторический центр города перед нами он уже дымит своими ресторанами и барами улица рождественская особенно жалко курьеров яндекс еды кому попадаются заказы с рождественской тут несколько фрагментов ночной рождественской улицы если считать ночью 6 часов вечера и второй день путешествия действительно подходит концу гуляли вроде бы недолго но кажется достаточно активно я этим днем доволен завтра в этом плане будет куда сложнее встретимся в следующем видео и а и и и и и и и Очень мало в СИЗО карьеров выпустил матчи из Сатрана. Эмпичный финал чемпионата мира у нас. Благодаря Мартинес и гораздо тише себя ведут те самые архитинские болельщики, которые сражались еще до этой игры. Субтитры создавал DimaTorzok